Меня зовут Боб. Мне 48 лет, я дальнобойщик. У меня был счастливый брак, но все изменилось в одночасье, во время которого я потерял не только семью, но и работу и дом, который купил нас экономленные деньги 10 лет назад. И я готова рассказать вам свою историю. Как измена жены разрушила мою жизнь. Для меня, как водителя грузовика, дорога стала вторым домом. Часы за рулем слились в один бесконечный поток. Пейзаж пролетел, как туман. Каждый раз появлялись новые люди и места. Иногда приходилось спать прямо в каюте, укутавшись от холода пледом. Были бесконечные пробки из-за аварии или дорожных работ, когда все, что мне хотелось, это добраться до места назначения. Однако всегда было приятно остановиться на ночлег в мотеле, принять горячие души поспать в мягкой постели. Быть дальнобойщиком было одновременным вызовом, и возможностью. Благодаря этой работе я смог обеспечить достойную жизнь своей жене Мелисе и нашей любимой дочери Нэнси. Старалась как можно больше быть дома, чтобы проводить время с семьей, хотя иногда приходилось пропускать важные мероприятия из-за очередной дальней поездки. Когда я возвращался, меня всегда с нетерпением ждали дома. Нэнси прибегала с криками радости, крепко обнимала меня и рассказывала обо всем, что произошло. Мелисса встретила меня теплой улыбкой и вкусным ужином после долгого путешествия. Трудно сказать, что наши отношения были счастливыми. Я решил жениться на Мелиссе, когда узнала о внезапной беременности, и у меня не было особого выбора. Мелисса училась на медсестру и не хотела бросать колледж, поэтому я начал работать дальнобойщиком, чтобы оплачивать ее образование и содержать нашу семью. Работа не позволяла мне проводить много времени с Мелиссой, поэтому страсти романтика давно ушли из нашей жизни, но уважение и забота остались. Когда родилась Нэнси, моя жизнь кардинально изменилась, и я нашел настоящую любовь в лице моей любимой дочери. Она стала лучиком солнца в моей жизни, которая по большей части состояла из бесчисленных длинных дорог и мимолетных пейзажей за окном моего грузовика. Я пришел домой не ради вкусного ужина, мягкой постели и горячей ванны. Я вернулся домой ради счастья увидеть Нэнси. Она всегда здоровалась со мной первой, обнимая мои усталые плечи. Я поднимал ее, крепко прижимал груди и целовал в макушку. Даже когда я был измотан после долгой недели, общение с дочерью оживило меня. Мы любили проводить время вместе, ходить в зоопарк, кататься на карнавальных аттракционах, играть в разные игры. Я читал Нэнси сказки на ночи и рассказывал ей обо всех местах, где побывал. Она всегда делилась со мной школьными новостями и доверяла мне свои секреты. Когда меня не было, она ужасно скучала по мне и звонила каждый вечер перед сном. Я знал, что мой упорный труд позволил Нэнси жить в комфорте и радости. Ее любовь вдохновила меня продолжать изнурительную работу дальнобойщика. Если моя жизнь была космосом, то моя любимая дочь была Солнцем, вокруг которого вращались все остальные планеты. Теперь, когда Нэнси исполнилось 18 лет, она поступила в колледж, завела новых друзей и научилась независимости, она кажется такой взрослой. Но для меня она всегда будет моей маленькой девочкой. Даже сейчас, когда я прихожу домой поздно вечером, она все равно встречает меня улыбкой и теплыми объятиями. Эта уютная традиция остается неизменной на протяжении многих лет. Мелисы нет дома, потому что она работает в ночной смене в больнице и не ждет моего возвращения. Я снимаю куртку и туфли и иду на кухню поесть и выпить чаю после работы. Нэнси задумчиво разогревает еду в микроволновке и ставит чайник, пока я рассказываю ей о своей поездке в Орегон. Я говорю о скористых утесах, великолепном кратерном озере, государственном парке Смит-Рок, волшебном водопаде Токоди и могучей горе Худ. Было бы здорово поехать туда всей семьей на отдых, чтобы вместе насладиться потрясающими пейзажами и дикой природой. Нэнси молча слушает, не комментируя мое предложение. Ну и как ты с мамой без меня? Спросил я с усмешкой, ожидая услышать, как сильно они по мне скучали. Вместо этого глаза Нэнси наполнились слезами. Что случилось? Спросил я встревоженно. Мне всегда было трудно справляться со слезами других, не говоря уже о дочери. Девочка вдруг всхлипнула и обняла меня, прижимая голову к моей груди, как в детстве. Без тебя дома плохо, тихо сказала Нэнси. Ее слова меня шокировали. Оказалось, что пока я проводил дни на длинных однообразных дорогах, моя жена начала приглашать домой незнакомого мужчину. Айрон сказал, что он всего лишь коллега и друг, но его присутствие доставляло Нэнси дискомфорт. Он вел себя вызывающе, ходил без рубашки, ставил ноги на диван, громко смеялся и отпускал грубые шутки. Он без спроса брал чужие вещи, листал мои книги, рылся в моих инструментах в гараже и открывал кухонные шкафы. Хейли просила его не трогать ничего, что ему не принадлежит, но мужчина только отшутился. Его присутствие в доме заставило Хейли почувствовать себя небезопасно. Как будто это был уже не ее дом, а дом незваного гостя, ведущего себя так, как будто он здесь хозяин. Когда он пришел, Нэнси заперлась в своей комнате, но все еще могла слышать его громкий смех и болтовню с мамой. Ее ужасно расстраивало, что мать так грубо вела себя с незнакомцем, когда раньше их дом был таким упорядоченным, уютным и гармоничным. Ситуация ухудшилась, когда ее дочь рассказала, что этот мужчина вошел в ее комнату без стука, рылся в вещах Хейли и задавал неуместные вопросы о ее личной жизни. Он также сделал непристойные комментарии по поводу ее привлекательной фигуры. Несмотря на попытки дочери обсудить проблему с мамой и ее просьбу не приглашать этого человека, все ее просьбы остались без внимания. С тех пор как появился этот мужчина, моя жена перестала обращать на Хейли какое-либо внимание, общаясь только с ним. Моя дочь больше не чувствовала себя в безопасности. Во сне я представлял себе свое возвращение, надеясь восстановить старые обычаи. Я твердо верил, что не потерплю такого поведения в собственном доме. Когда возникли подозрения в измене моей жены Мелисы с другим мужчиной, земля у меня под ногами ушла. Гнев и ярость, охватившие меня, проявились в сжатых кулаках. Я ходил по дому, отчаянно пытаясь высвободить накопившуюся ярость, разбив или сломав что-нибудь. Однако испуганный взгляд Нанси на мгновение смягчил мой гнев. Я решил действовать умно, стремясь поймать жену с поличным и противостоять незнакомцу, который осмелился вторгнуться в мой дом и приставать к моей дочери. Я написал Мелиссе, сообщив, что задержался в дороге и вернусь через несколько дней. Я забронировал номер в соседнем мотеле, всего в квартале отсюда. План был прост. Если любовник придет снова, Нанси достаточно будет позвонить мне, и я немедленно помчусь обратно. К счастью, мне не пришлось долго ждать. Спустя всего два дня позвонила моя дочь. Я помчался домой, чтобы противостоять своему противнику, едва сдерживая дрожь от напряжения и адреналина. Я бесшумно проскользнул в дом через заднюю дверь, умело приближаясь к спальне, откуда доносился звук женского смеха и мужской голос. После нескольких мгновений ожидания двери спальны с грохотом распахнулась о стену. Я был свидетелем поцелуя любовника, прерванного моим внезапным появлением. Больше не было сомнений. Моя жена была неверна. Мелисса выглядела испуганной, словно не могла поверить, что ее муж здесь. Незнакомец, одетый в одни штаны, взглянул на меня с подозрением и явным раздражением. «Кто ты?» Грубо спросил он, как будто я был злоумышленником. Я ответил, и мой кулак коснулся лица мужчины. Следующие минуты растворились в красной дымке ярости. Мои кулаки сами нашли цель, его лицо, ребра, кишки. В какой-то момент презираемый мужчина потерял сознание и неподвижно рухнул наполовину тяжело дыша, я посмотрел на Мелису. На ее лице отразился шок и ужас. «Что вы наделали?» – горько прошептала она. Слезы обиды и разочарования навернулись на мои глаза. Я чувствовал себя таким одиноким, преданным любимым человеком. Придя в себя после первоначального шока, Мелисса поспешила вызвать скорую помощь. Мучительные минуты ожидания приближения долгожданного звука сирен казались бесконечными. Медики быстро осмотрели любовника и погрузили его на носилки. Мы с Мелиссой сопровождали его в больницу, куда его поместили под наблюдение, а нам пришлось ждать снаружи. Никогда еще мы не чувствовали себя более неловко рядом друг с другом. Я молча сидел, глядя в пол, прокручивая в голове события вечера. Почему я наконец спросил жену? В тот вечер мы долго разговаривали. Она призналась, что давно не чувствовала себя любимой. Я постоянно путешествовала, а дома все свое внимание посвящала дочери. Как бы глупо это ни звучало, она ревновала Хейли и тоже жаждала любви. Ей хотелось проводить больше времени вместе, но у меня, ее измученного мужа, не было на это сил. Хотя мы жили под одной крышей, мои долгие поездки и ее ночные дежурства в больнице означали, что мы почти не искали друг друга. Возлюбленный сделал ее обыденную жизнь более сносной, помогая справиться с одиночеством. К счастью для нас двоих, диагноз оказался всего лишь сотрясением мозга после той роковой ночи. Мы с Мелиссой решили расстаться. Наш брак, построенный на обязательствах, а не на любви, давно распался. Мы подали на развод и разделили имущество порвну. Для меня это был тяжелый удар. Я посвятил этому браку столько лет, но так и не обрел семейного счастья. Расставание с женой, прожитые вместе столько лет, вызвало горечь. Но ради нашей дочери я знал, что мне нужно двигаться дальше. Мелиссия покинула дом, наполненная слишком многими болезненными воспоминаниями. Переехав в другой город, где жила ее мать, она начала все с чистого листа. Она много работала, чтобы заглушить одиночество, в конце концов встретила нового мужчину и вышла за него замуж. Хотя мне было нелегко простить бывшую жену, ради Нанси мы сохранили вежливость. Девочка иногда навещала маму в другом городе, но как Мелисса не пыталась смириться, Нанси чувствовала себя чужой в своей новой семье. Ее настоящим домом всегда был мой дом, где ее по-настоящему любили. Хотя жизнь проверила нашу стойкость, она только сблизила нас с Нанси. Мы всегда могли рассчитывать друг на друга и были искренне счастливы вместе. Субтитры создавал DimaTorzok